Вот же действительно оригинальное приветствие, бро, да? Меня зовут Денис Оптимистер, я недавно вернулся из Казахстана, с фестиваля Алмакон, куда меня изначально пригласил мой друг и художник, и миксист Евгений Яковлев. Как по-казахски приветствие? Салемен Сизби. Слышали? Вот. Я в Казахстане, и мы с Женей Яковлевым идем на фестиваль Алмакон. Салемен Сизби. Оригинальный. Я посетил в этом году много фестивалей, и не все из них были хорошими в качестве, вот, в плане организации, поэтому я задумался, а стоит ли вообще есть на фестивале, потому что блогеров-то любят прежде всего за то, что мы ролики делаем в интернете, ведь так? И питерских, московских фестов вполне достаточно, чтобы посещать круглый год их. Я уже действительно слишком часто катаюсь по разным городам, отнимает кучу времени. Я, видите, сколько роликов не выпускал, но в Казахстане был такой прием, что... Я ничего толком не знал о Казахстане до этого момента, поэтому у меня было немного предвзятые к этому краю отношения, и оно не оправдалось совсем. Первое, что я увидел в Казахстане, это прекрасные горы. Нас повезли на Чимбулак с Кисемякой, и это было потрясающее зрелище. Жесть! Снег! 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 Я очень давно не видел снега, а тут вот охренище! Фух, красотень! Вообще! Я реально не ожидал. Это всегда хорошо, когда ты ничего не ожидаешь, это как с хорошими фильмами. Это когда ты ничего не ждешь, и получаешь искреннее удовольствие. Вот так вот я в Казахстане сейчас получаю искреннее удовольствие. И снега много, и как бы вообще красот, и еда вкусная. Ну, она за кадром, чтобы вы не ругали меня, что набираю опять обратно 40 килограмм. Значит, вот это мы, это наша кабина. Гора, гора, гора. О, конец света! Вообще нет ничего! Просто ничего нету! Прикинь, а реально там все вымерли, короче. Что происходит вообще? Что здесь так красиво, а? Потому что ну нафиг Питер, в Казахстан приеду. Сколько стоит жилье в Казахстане? В Казахстане все очень дешево. И тем более меня удивило, что мой Зин Шапочка разошелся буквально в первые 45-50 минут. И он стоил 200 рублей, что нормально для Зина в России, но никак не нормально в Казахстане. Я немного снизил цену, перевел все в Тенге. Да, это местная валюта. Знаете, с чем я путаюсь? Сейчас с тем, что все в Тенге. И я не знаю, типа, чего, сколько стоят на самом деле, как выглядят эти деньги, как давать сдачу, например. Уже очень певел вагон, потому что за первый час на фестивале взбили вместе раз шапочки-сапочки специальные вещи. Чтобы на Миккер-Кумиконе других питерских местах это так работало, серьезно. Я вообще не подготовился. Это все! Это все! И нет ни шапочек, ничего! Только открытки остались вот еще чуть-чуть здесь. Вы что делаете, люди? Я абсолютно был не подготовлен к такому, абсолютно такого не ожидал. Это было дико приятно. И сразу хочу сказать, это только начало истории. Не судите строго, потому что это, по факту, только тизер. Как достать следующие номера? Просто быть в моей группе. Подписывайтесь на мою группу и следите за тем, когда я объявляю предзаказы на вторую часть. Так вы достанете продолжение и узнаете, что же дальше. Только что мы с Викой, как видите, снимали кое-что, какое-какое секретное видео. Но я люблю тебя! Ты не можешь любить меня. Ну тихо. Вот, короче, как обычно, мы типа не живем в Питере, не видимся в Питере, зато видимся в Казахстане. Мы занимаемся всяким блудняком. Как обычно. Шиперим. Фестиваль Алмакон мне очень понравился. Он, если честно, напомнил мне Безаркон. Да, это российский фестиваль, который проходит в Рязани. Один из моих любимых региональных малых фестивалей, я бы сказал. Потому что он проходит в библиотеке, и там есть какая-то особая ламповость. То есть на этом фестивале собирается весь сок, можно сказать, комикс-индустрии, что ли, блогерских, вот, блогерских миров, вот этих всех. И это прикольное мероприятие, действительно классное, на котором можно провести классное время. И Алмакон это такое же мероприятие, которое проходит в гостинице. Да, оно проходило на первом этаже гостиницы «Казахстан». Это прикольное место для фестивалей, для гиг-фестивалей, согласитесь. Что я там еще успел за Алмакон? Я успел выступить, и мне кажется, вдохновить многих людей на творчество. Я действительно чувствовал себя очень нужным на этом мероприятии. Ко мне постоянно выстраивались очереди за фотографами, за фотками. Я вот в расписании был, например, чтобы я обязательно фотографировался час. Я фотографировался, пока люди не расходились, потому что я понимал, что им это действительно важно и нужно. Что многим из этих людей кому-то все равно, а кому-то действительно встреча со мной, она что-то означает. Хотя я обычный бездарь из интернета, который... Серьезно, вы рисунки мне приносили? Вы приносили мне классные рисунки, где я нарисован. И да, очень талантливо, шикарно нарисован. Просто как будто живой, самый настоящий. Вы большие молодцы. Вы просто большущие молодцы. Спасибо вам, я этого не достоин, на мой взгляд. Прям этот, Кайло Рен, знаешь? Где этот? Да. Ну это Сэш срисованный, а это Бентен, я тебе говорю. А это вот старые фотки, нужно уже фотки поменять. Это очень сильно. Камон, вообще шикарно. Ну, да, вы развиваете свое творчество, рисуя меня. Ну, такое себе занятие, но спасибо. Ты будешь разнообразить свой контент, потому что я помню, у тебя было видео, например, про Малахов, извините. Да, смотри. Да, да, да. Вот эта история, рубрика, я ни в коем случае не забросил. Я, на самом деле, вчера пришел к вашему газету, думаю, так, где у них местная пресса? Что у них с заголовками? Ну, как бы ничего не нашел. Что-то на прессе какая-то, такая же, как у нас, на самом деле. Да, я хочу снять следующий выпуск с хвостиками. Выступил я, кстати, как на главной сцене, где я рассказал просто о своем творчестве, так и потом в лектории. В лектории я рассказывал про все свои комикс-проекты, которые сейчас веду. Их на данный момент три, и в планах еще четвертый, который называется «Майкл». Это рабочее название будущего проекта. Я рассказал, о чем примерно это будут проекты, и постепенно мое выступление перешло в стендап. Что, в общем-то, всем понравилось, судя по отзывам людей, которые сидели прямо там. И если вы были действительно на этом, вот именно на этом моем выступлении, то скажите, что как. Возможно, я не тем занимаюсь. Возможно, мне стоит составить конкуренцию поперечному, а то я комиксы рисую. Также удалось немного пообщаться с местной казахской чудо-женщиной. Я напоминаю, что это одна из лучших чудо-женщин в СНГ. То есть, действительно, ее Warner Brothers на предпоказы возят в Москву, чтобы она там была чудо-женщиной. Платит ей за это деньги. Обратите внимание, Казахстан, у вас живет такая талантливая девушка. Ой, здравствуйте, это же чудо-женщина. Скучаешь? Это очень-очень здорово. Ждешь Лигу Справедливости? Я не приеду. Серьезно? И да, я даже немного снял ее в своем будущем ролике, который вот-вот выйдет. Надеюсь, у вас забомбит. Иначе зачем я все это делаю? Чем меня действительно поразил Казахстан, так это тем, что там достаточно вещей, которые не найти в России. Но таких, знаете, самодостаточных, например, на гиг-конвенте Алмакон я увидел местную настолку, Казахское ханство. И она выглядела очень круто. Причем ее делает один человек, по сути, и издает он же, и реализует. Обратите внимание, классная вещь. Местная настолка. А вот создатель этой настолки. Что за настолка? Я вижу. Казах. Как это переводится? Казахское ханство. Ага. Ага. И о чем настолка? Настолка о казахском ханстве. Логично. Ну, что там нужно делать? Это пошаговая стратегия, в которой вы играете за султанов, которые объединяют казахские роды, что ждать. А кто издатель? Габаев, кто блонды. Собственно, я. А, ничего себе. Ну и, конечно же, чисто случайно в Алматее нашел своего местечкового Илью Бунина. Ой, Илья Бунин, привет. Окей, это не Илья Бунин, это оператор Чак Ревью. Кирилл, да. Ну, согласитесь, похож же, блин. Это не Илья, я же Кирюха. Хватит прикалываться, Илюх. Ну, что, как тебе новый, там, не знаю, какой-нибудь фильм? Какой там фильм вышел? Убийство в Восточном Экспрессе, как тебе? Тоже говно. Говоришь, не Илюха. Это что, базар? Здесь и базар. За сколько здесь можно джинсы купить? За тысячи тенге, наверное, 200. Ой, Илюх, привет. Здорово. Джинсы говно, брат. Мы идем. Куда? Это завод по производству сладостей? Да, ну да, Канкевская фабрика Рахат. Как он тебе, кстати, Илюх? Это он так себе. Тут, конечно, вообще классно. Это что, парк 28 панфиловцев или как? Да. Ничего себе. Здесь у нас вечный огонь. Все порадуются. Ой, Илюх, привет. Как тебе 28 панфиловцев? Ну, так себе. Плохой говно. Впрочем, внезапно договорились о том, что я сегодня расскажу еще людям, как я начинал на Ютубе что-то делать. Может быть, их вдохновлю. И здесь тайм-кафе. Оно так называется тайм-кафе, да? Да. Блин, прикольно. Смотри, здесь какие штуки. Как раз у нас не кафе. Не кафе? Тебе как здесь, Илюх? Блин, Аня. Ну, а на этом на сегодня все. Это был действительно оригинальный Оптимистер. Сегодня ролик без спонсоров, потому что спонсорами этого ролика является фестиваль Алмакон. Так уж он меня сильно впечатлил, вдохновил и вообще. Я действительно рад, что съездил в Казахстан и обязательно вернусь туда, хотя бы посмотреть снова на эти горы. Говорят, что Чимбулак это одна из немногих всего лишь красот Казахстана. И я хочу увидеть остальные. С вами был Днис Оптимистер. Спасибо за просмотр этого ролика. Можете посмотреть предыдущие мои ролики, которые, например, про фильм Тор, или посмотреть мой недавний клип «Скатился», который является отсылкой к всему моему творчеству. Всех люблю. Всем пока. Блин, приятно скататься. Спасибо всем. Правда.